Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы затронуть тему, которая существует так же долго, как существует музыкальный инструмент под названием гитара. Эта тема формулируется примерно следующим образом. Какую гитару выбрать? Но, в отличие от массы обзоров, которые существуют в интернете и не только на эту тему, я бы хотел остановиться на гитарах, которые относятся к категории масс-маркета, то есть примерно одной ценовой категории, и показать все-таки, насколько между ними существует разница. Я не отношусь к категории профессиональных гитаристов, а может быть не отношусь к категории гитаристов вообще, но поскольку я человек глубоко технический и достаточно долгое время соприкасаюсь с гитарами, то понимание процессов, образование звука, использование технических продуктов, позволяет мне поделиться какими-то соображениями, которые наверняка имеют право на жизнь. Ну и плюс, все мы понимаем, что для того, чтобы разбираться в живописи, не обязательно самому быть гениальным художником, чтобы разбираться в литературе, не обязательно быть гениальным писателем. Точно так же, наверное, можно отнести это и на область гитаростроения. Для начала хотелось бы упомянуть, что существует масса обзоров, в которых делается достаточно оригинальный подход к тому, какой инструмент стоит выбрать, особенно если это первый инструмент, с которым вы начинаете учиться игре на гитаре. Мы слышали варианты ответов, сколько денег такое покупаете, если у производителя веб-сайт на одном языке, не покупаете ни в коем случае, ну и так далее. На самом деле, все это больше относится к области пурги, и надо смотреть в действительности на технические моменты, на тщательность изготовления, на материалы, которые использовались при изготовлении гитар, какая фабрика их делала, насколько известен производитель, несмотря на то, на каком количестве языков у него существует веб-сайт. И поскольку мы касаемся гитар, относящихся к масс-маркету, это примерно гитара в ценовой категории от 5 до 10 тысяч рублей, как раз две такие гитары я постараюсь вам продемонстрировать. Первый мы рассмотрим гитару, которая чуть-чуть подороже. Гитары этой категории, но тем не менее, хоть она и подороже, она все равно относится к массовому маркету. То есть это гитара стоимости не 50 тысяч рублей, не 100, не 150. Это не топовый продукт, это тот продукт, с которого многие могут начать свое знакомство с музыкой. И это тот продукт, который подавляющая часть гитаристов может позволить себе купить. Качественная гитара из такой ценовой категории отличается в первую очередь тем, что верхняя дека у нее сделана не из фанеры, а из массива дерева. На что это влияет? Все мы знакомы с термином «фанерный звук». Фанерный звук – это звук, немножко дребезжащий, с нешироким частотным диапазоном, не имеющий глубоких басов, глубоких высоких частот. То есть этот звук сам по себе достаточно бедный. И если у нас верхняя дека выполнена из массива дерева, то массив дерева всегда обеспечивает звук, который гораздо приятнее уху. И взяв такую гитару и попытавшись извлечь на нибудь, человек просто ощущает вибрацию корпуса и получает удовольствие от того, что он слышит. Мы не говорим, опять же, о глубоких профессионалах, мы говорим о тех людях, которые только подходят к тому, чтобы приобрести свой первый инструмент. Следующий элемент – струны. Безусловно, струны влияют на звук гитары. И здесь многие идут по пути – купить гитару подешевле, а потом подбирать струны, которые понравятся. В принципе, это может быть и правильно, но при достаточно ограниченном бюджете лучше сразу выбрать гитару, которая использует струны известной марки. То есть, например, вот здесь используются струны компании «Саварес». Возможно, вариант «Эрни Болл», еще что-то, а возможно, вариант «Ноу-Нейм». То есть, это следующий момент, который отличает качественную гитару от чего-то более бюджетного. Следующий момент – это колки. Колки должны быть такими, чтобы они служили вам долго. В принципе, все самые известные компании, даже топовые колки компании «Гровер», они производятся в Китае. Но надо четко понимать, что китайцы – это такие люди, которые всегда выполняют задачу, которую им ставят. Если заказчик говорит, я хочу, чтобы гитара стоила 100 рублей, они сделают гитару за 100 рублей. Если он хочет, чтобы гитара стоила 50 рублей, они сделают гитару за 50 рублей, в которой тоже будут колки, тоже будет верхняя дека, тоже будут струны, но это будут уже немножко другие комплектующие. И на чем-то можно сэкономить без большого ущерба, например, на отделке гитары. Все мы знаем, что гитары более дорогие, они имеют отделку верхней деки, многословную, деревянную. Отделку инкрустации, вот здесь, например, это не наклейка, а инкрустация. То есть такая отделка, она прослужит вам гораздо дольше, и не сотрется, не поцарапается в процессе игры. То есть экономия на каких-то мелочах, она, безусловно, позволит сделать гитару существенно дешевле, но в процессе эксплуатации, скорее всего, такая гитара долго не просуществует, и плюс изначально она будет обладать гораздо более, вернее, гораздо менее приятным звуком, чем тот, который позволит вам извлекать гитару, сделанную из нормальных элементов. Ну, я уже не буду касаться таких вещей, которые характерны для гитар низшего ценового сегмента, как сколы лака на корпусе, кривые порожки, гриф, который пошел винтом. То есть сейчас мы, условно говоря, рассматриваем гитары чуть-чуть разной ценовой категории, обе из масс-маркета, но обе сделаны так, что на них, по крайней мере, изначально можно играть. Вот на такой гитаре можно играть долго и получать удовольствие. Теперь посмотрим гитару чуть-чуть более бюджетного сегмента. Здесь примерно то, что я вам говорил. С одной стороны, эта гитара, например, покрыта не матовым лаком, а полированным. То есть она выглядит более презентабельно. Но с другой стороны, верхняя дека у нее из фанеры, соответственно, звук, который она издает, он более бедный и много удовольствия от игры на такой гитаре вы вряд ли получите. Используются струны ноунейм, которые будут, возможно, больше тянуться, меньше прослужат, скорее порвется оплетка. И более бюджетные колки, с которыми вполне возможен вариант, что эти колки через непродолжительное время либо начнут прокручиваться, то есть орвется резьба, либо эти колки недостаточно фиксируются в определенном положении. И в таком случае по действиям натяжения струн они будут немножко постепенно откручиваться назад и у вас гитара будет расстраиваться не то, что чаще, чем гитара сделанная из нормальных элементов, а просто играть на ней практически будет невозможно. то есть каждые 5-10-15 минут вам надо будет подкручивать туда-сюда, если, конечно, слон не наступил вам на ухо или медведь, то вы это будете слушать и это будет заметно. Поэтому совет будет такой, если вы хотите начать учиться играть на гитаре и вы хотите купить первую гитару, эта гитара должна быть недорогой, ни в коем случае не стоит останавливаться на гитаре с самого низшего ценового сегмента. Это гитара, которая, ну, что называется, на один раз, которую не жалко взять куда-нибудь, уронить, разбить и так далее, но для обучения все-таки изначально нужен более качественный инструмент и я постарался с технической точки зрения донести, какие моменты здесь имеют значение. Да, забыл упомянуть еще момент струнодержателей. В качественных гитарах используются порожки, например, вот здесь вот из кости. Это влияет на срок службы порожка, он меньше выкрашивается, это влияет на передачу звука от струн к верхней деке, то есть проводимость кости выше, чем у пластмассы, и костяной порожек тоже как бы имеет значение. В более дешевых гитарах стандартно используется пластмасса без всяких изысков и здесь какая-то разница у вас будет в плане того, когда вам придется эту гитару относить в ремонт и как она будет звучать. Вот это вот основные моменты, на которые стоит обратить внимание и можно только пожелать вам приобрести достойный инструмент и получать удовольствие от игры на нем. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok